Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и я продолжаю на последнем уровне сложности, на божестве, впервые проходить дополнение Rise and Fall к игре Seedmare Civilization VI. Нация Корея, огромная карта Пангея, 11 соперников, видимо, и если вы не смотрели первую серию, то лучше перейти сразу к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Ну а всем остальным давайте продолжать вести Корею к хотя бы Золотому Веку. Мы в античности, прошлая серия закончилась на том, что мы взяли бонус к науке как раз, если мы будем строить научные здания или делать озарение для научных всяческих технологий, то будем получать очки эпохи. Вот нам это всё надо делать, водяную мельницу построим, построим древние стены обязательно, трёх лучников надо создать, то бишь апнуть. Вот с железным рудником у нас проблемка, к сожалению, будет сейчас, потому что негде нам железный рудник поставить. Так, ну армия, видите, я на последнем месте, о, тут уже появились внезапно значки, помните, в прошлой серии я жаловался, что их не видно. У меня военная мощь 88, у шотландцев 330. Ну, это на последнем уровне сложности обычное дело, они тут всячески просто улетают по армии, но это совершенно не факт, что он меня вынесет, например. Так что, так, торговый путь, всадники, военный лагерь, великие учёные. Ну вот великого учёного я вполне, может быть, даже и получу скоро. Три очка, три очка, у меня четыре. Надо вообще, кстати, библиотеки построить, потому что я как раз, у меня бонус вдохновения на это дело есть. Ну, давайте, наверное, математику откроем. Так. О! Наверное, грузинам классно. О, и там на фоне ещё эти. А этот тост я хочу выпить за маленькую гордую птичку. Прикольно. Не, с Грузией будет весело играть, по-моему. Так, пятерых я уже встретил. Ещё где-то шесть. Тусят. Ну, началась. Вот, строительство. Видите, я начинаю получать... Так, во-первых, за новую цивилизацию. Плюс один к счёту эпохи. Во-вторых... А, смотрите, а за предыдущую эпоху остаётся счёт. Я думал, с нуля будет идти, а он остаётся. Хм, это интересно. Это хорошо. Ну, вот я воно не вижу, чтобы плюс один... Нет, вообще, добавился. Плюс один за вызванное озарение. Просто это нигде не написано почему-то. Вызвали озарение благодаря... Ну, точнее, вот написано. Так, давайте я отойду от этого лучника. Так, давайте построю поселенца. Интересно, где эти... Я не могу понять, где набиваются очки губернатора или откуда они берутся, эти губернаторы. Но вот через ход... Следующим ходом, точнее, у меня уже первый губернатор прибудет в столицу. Правда, опять же, непонятно, пять ходов, откуда он прётся так долго. Пять ходов. В столицу. Откуда так можно долго ехать? Блин, тут ещё, видите, каждая иконка... Вот есть у меня подозрение, что меня это будет раздражать, что я нажимаю на эти... Они довольно мелкие. Видите, а я на них нажимаю, и вот эта лояльность показывает, это показывает религию, как влияет, а это на губернатора переключается. Не знаю. Есть у меня сомнения по поводу интерфейса города. Так, деньги мне нужны для апгрейда моих прачников, влучников. А денег у меня нету, кстати. Надо бы коммерческих районов... Ну, блин, я ж угораю по научным районам по своим. Раз, два, три. Ну вот тут я уже даже больше... А, стоп, у меня Вавилон там мешает. Может быть, еще надо решить. Может быть, прям на Цитрусовый поставить город. Да, жалко. Совсем немного Индия уже торгует с зулусами. Они уже там дружочки-пирожочки так быстро. Смотрите, индусы у нас православные. Считайте, это такие эфиопы. Ну, не знаю, брать. Давайте, наверное, античную республику возьму. Опасно, конечно. Ну, что сделать? Так, давайте плюс два к влиянию. И что мы сюда добавим? Создание строителей. Вера. Покупка клеток. Плюс две единицы лояльности вход в городах с гарнизоном. Содержание юнитов. Ну, по-моему, опять же, у меня сейчас юниты не требуют никакого содержания. Строить новые юниты я не буду пока. Ладно, давайте пока Илкум попробуем. Может быть, рабочих возьмем. Ну, принятие нового правительства два... Ну, вот почему он два раза показывает? Первый социальный институт. И правительство первого уровня. То есть я сейчас три очка получу. Ага, губернатор прибыл. Плюс 30%. Так, на минуточку. Чувак дает к науке. И что? 43. Блин, этот шотландец куда-то... С этим компьютером читером играть. На последнем уровне. О! Полен, начинается. А я нифига не апнул. Пошла атака. Блин, а имя тут этот... Прачник сейчас еще сдохнет, видимо. Блин, как же я так... Нехорошо. Нехорошо получилось. Там этот уже попер, блин. Давайте, наверное, попробуем... Еще одного посла получим. Посадим его в Вавилон. Будет больше науки давать. Где бы мне денег взять? В общем, у меня сейчас коммерческий район завершится. Ну, давай, нападай. Сволочь шотландская. Нет? Фуф. Может, мне апгрейда одного лучника хватило того, чтобы его отвадить? Такой он решил. Ну, видимо, у чувака есть армия. Ладно. Да ладно, блин. Перед тобой стоит... Стоит дуболом, а он... Мушник меня обстреливает. Большая честь познакомиться с Трояном. Так, ну, это вот вторая рандомная нация, получается. Значит, у вас Гильгамеш и Рим рандомная, а все остальные будут из нового дополнения. Но мы их еще не встретили. Ну, и какие у них отношения со всеми. Нифига себе. Прям дружочек-пирожочек вообще со всеми вокруг. Нормально? Кстати, индус только Зулусов встретил вообще больше никого. Интересно. Давайте посмотрим. А вот явно где-то рядом с Шумером и Римом остальные нации. Блин, эти пения там на фоне, конечно. Не знаю, как будут иностранцы это воспринимать. Но мной это воспринимается как... О, плюс два к счету эпохи. Круто. Я думаю, что я вполне могу попробовать из античности в Средневековье перейти в Золотой век. Я так и знал, что у меня будут именно с Шотландцемки. Хотя он мне еще войну не объявил, что я там ругаюсь на него. Но выглядит так, что объявит. Поэтому я уже заранее Доспокоюсь. Так, центр коммерции готов. Сколько у нас будет стоить Торговец? А-а-а! У них... Короче, теперь Новый торговый путь Дает не центр коммерции, а рынок. То есть, мало центра коммерции построить, а еще и рынок построить. То есть, теперь С деньгами Может быть реально проблема. А рынок еще даже не открыт, по-моему. Или открыт. А, открыт. Давайте рынок строить. Потому что Деньги, деньги, дребеденьги. Позабыв покой и лень. Постройте чудо-свет. Я вообще где-нибудь могу чудо построить? В принципе, оракул могу. И вот мне, наверное, надо бы Оракул в Кенчжу построить. Потому что... Почему у меня сейчас звучит Грузинская музыка? А вот еще правительственные площади. Можно зал для приемов. Дает плюс один губернаторский титул. Открывает карту политического курса «Республиканское наследие». Захват вражеского города увеличивает производство на 20% во всех городах. При подготовке поселенцев производство увеличивается на 50%. И новые города получают плюс одно удовольствие и плюс четыре жилья в городах с губернаторами. Вот я бы зал для приемов построил. Но пока я построил библиотеку для того, чтобы получить бонус к эре. Ну и дальше... Два кампуса я ускорил. Ну ладно, военную традицию пока откроем. К юнитам кавалерии. Ну вообще... Вообще не знаю. Давайте в исторические хроники. Я бы оставил эту на один ход на всякий случай. Может понадобиться в будущем просто вот один ход, чтобы поменять карточку какую-нибудь. Так, дальше давайте в строительство. Железный рудник не могу построить, к сожалению. Древние стены надо построить. Три рудника. Подождите, так у меня уже два рудника точно есть. А мне еще один рудник нужен. То есть нужны еще строители. О, торговый пост. А снова надо в Вильнюс будет отправить сейчас. С радостью приветствуем вашу делегацию. О, у меня уже хорошее отношение с Тамарой, не пойми из-за чего. А еще не пойми почему у меня плохие отношения с шотландцами. Просто вы ему не нравитесь и все. Так, занял должность в Сеуле. Тут, правда, мало науки, так что все эти проценты не особо влияют. Ну, здесь 10 процентов. Ну, не 30, потому что этот у меня ученый как раз. Пирамиды построили. Так, ну что, в Вильнюс отправим. Ну и денежки будет давать. И выполнить задание. А что он дает? За и наивысший уровень действующего союза. Все ваши театральные. Ну, кстати, изменили у Вильнюса. Он раньше что-то другое давал. Так, давайте с Тамарой будем ходить парой. Отлично. Я уже дружочек-пирожочек с Грузией и Индусом. Как вы понимаете, я в этой партии хочу как можно более мирно отыгрывать. И победить наукой. В итоге. О, боюсь, что у меня, конечно, это не получится. Вот, как минимум. Я боюсь шотландца и боюсь Золуса с этой стороны. Так. Заканчиваем ход. Вот, вообще, в Сеуле стоило бы этот Касон построить, или как он там называется. Так, этот на холме находится. Что Рейна дает? Город быстрее получает новые клетки. По-моему, я для этого, собственно, еще и монумент строю. Так, я скоро должен получить... Здесь я потом стены построю в Сеуле. Должен получить озарение для лучников. Следующим ходом. Для арбалетчиков. Тут надо где-то пройти, тут где-то будут еще нации. Явно рядом с Шумером и Римом. Тамара где-то там с шотландцем рядом. Кстати, а у шотландца с друг... То есть, у него плохие отношения только со мной. Со всеми остальными у него прям офигительные... Ну вот почему. Еще один ход, кстати. Может быть, мы сможем подружиться. Хотя, знаете, по опыту... Компьютер в шестой циве слегка неадекватен. И он может быть постоянно... Ну, то есть, пока у меня не будет какой-то силы... С ним может быть там скрытая агенда, что... Продвинулись игры и развлечения. Что я такое сделал? А если идете строительство... А, вот где губернаторские титулы даются. В цивиках. Вот губернаторский титул, вот губернаторский титул. Блин, так мне не надо было... Короче, получается, эта площадь, она единственная на всю игру. И она не дает очков губернатора. Губернаторы просто открываются вот в цивиках. Я думал, они какие-то очки губернаторов набивают. Блин. Ну, это немножко странновато, мне кажется. Такая система. Ну, я, конечно, могу в Вильнюс отправить, но мне как-то... Бонусы Вильнюса нафиг надо. А вот Поленке надо. Тем более, наверное, скоро великого ученого получу. Да. Блин, в Шотландии уже 5 очков великих ученых. Ну, меня не догонит. 20 очков здоровья к исцелению для юнитов игрока в пределах одной клетки дает одно заявление, достучается. Поврежденные юниты восстанавливают... Ну, какой-то немножко странный, конечно, ученый. Но я его все равно возьму, наверное, когда он мне достанется. Так, чтоб... Я не понял. Я же вроде тут строил поселенца. Почему? Я один ход его не достроил. Блин. Это нехорошо. Так, еще одно озарение получаю. 32. Ну, я думаю, что обычный век мы точно получим. И видите, расстояние от обычного века до золотого всего 9 очков будет. То есть мне, на самом деле, 16 очков надо еще набрать. Отсчета никакого нету. Я думаю, что мы... Ну, как я вижу, вот, по территории, мне еще только два города надо тут и тут поставить. Все остальные места какие-то... Ну, блин, вообще, тут вот еще город интересный. Но у меня такое ощущение, что... Давайте мы, кстати, посмотрим на линзу лояльности. Хорошо, на линзу поселен. Да, вот видите, здесь у меня будет минус 10 к лояльности. От индуса. Ну, потому что он... У него тут столица, он так нехило будет влиять. Вообще, вот тут неплохое место. Думаю, если индус не поставит, мне захочется там город все-таки впендюрить. Так, строительство открыли, машиностроение ускорили. Древние стены надо будет строить. Три рудника надо строить. У меня там взяты карточки на рабочих, да? Производство, плюс 15% людей. Два золота. Что у меня тут вообще с ростом? Ну, тут надо после поселенца, наверное, рабочих построить. Вырубить лес. Вот здесь. Хотя бы и поставить фермы. Плохо растет столица. Что здесь? Так, на еду. Все, 10 ходов рост. Тоже плохо растет город. Плохо растут города. Ну, тут нормально. Просто вот хотя бы есть такие клетки с едой. У меня городов мало, на самом деле. Скоро, наверное, начнет еще. О, смотрите, мы с шотландцем. У него же даже и минусы. Ой. Пф. А что, а что он тогда меня обвинял, спрашивается? Ну, мне там, что-то вообще вывелом давал за сё... А, ну да, мне это пока... А, ну да, я не буду менять. Уже внезапно мы с ним дружочки-пирожочки, да? Ну, пока не будем дружбу заключать. Ну, думаю, что со временем мы подружимся. Сеул нуждается в жилье. Видите, как Сеул быстро вырос? У меня ни один из городов не нуждался в жилье. А тут Сеул так нехило растет, на самом деле. Так, давайте рабочего. Ну, строители все по одному ходу. Здорово. Шотландия приняла иностранную... Похоже, это делегация Кореи. Хе-хе-хе-хе. То есть, мой... Хе-хе-хе. Мой шпион узнал, что наша делегация принята. Ну, отлично. Как здорово. Блин, Оракул уже кто-то... Ну, вообще, опять же, на последнем уровне сложности пытаться с компьютером... Пытаться у компьютера чудеса угнать. Это так себе занятие. Так, давайте еще одного рабочего. О, торговец два хода. А здесь сколько он будет строиться? Тоже два хода. Ну, конечно, тут торговца. Тут... Строителя. Тут... Хочется салон. Ну, блин, но сначала древние стены все-таки. Я бы салон вот тут построил. А сколько стоит купить этот... Район? Сорокет, да. С деньгами в этом дополнении станет похуже явно намного. Потому что коммерческий район. Потому что коммерческий район, рынок... У меня тут еще ни одного... Города государства рядом нету на... Ну, торгового... Города государства. Так, где тут остальные нации? Вот кого Рим встретил? О, Рим даже дофига встретил. А шумеры? Еще двоих. То есть мне, наверное, надо все-таки Рим обходить и в ту сторону идти. Так, а сейчас... Чувак не хочет дружбу? Нет. Ну, пока плохие отношения только с Шакой. Ну, и еще можно... Шумера, на самом деле, опасаться. Ну, и я пока не уверен... Стоит ли, типа, много городов тут ставить? Ну, с другой стороны, 7 городов... Типа, для всех моих... Губернаторов. А губернаторы там будут мне процент давать. Можно поставить. Миссия – это версия прошлых событий, которые люди решили согласиться. Бонусы от соседства для кампуса. Ну, я так понимаю, что... Каждый губернатор дает своему городу плюс два лояльности. Это не для... Кореи. Потому что у него просто... Бонус от соседства только вот от этого... Ну, плюс два получить и все. Поэтому, я думаю, нету смысла эту карточку ставить. А есть еще тут бонусы от соседства в минус. То есть, мы, наоборот, еще больше минусов можем получить. Так, искра божья. Повысить губернатора и назначить нового. Ну, я... Хорошо, а вот этого чувака какие есть? Представьте, здесь издание на театральном. Представьте, здесь издание в кампусе. Производство в городе увеличивается на 20%. Хм. Плюс 100% очков великих людей за ход. Ладно, я найму. Вот этого предпринимателя. Просто я пока не буду его туда назначать. Он у меня будет висеть. А вот сейчас город поставится. И я туда его отправлю. А строить мы будем... Еще одного поселенца... То ли у меня такое производство в городе, то ли они дешевле стали. Не могу понять. Так, тут вот фермы... Построим. Блин, заунывно это... Откуда этот варвар бежит, интересно. Заунывная скрипка такая. Вообще не радует. Деликатый арч. У нас есть никакие значения. Она лежит, я, Венчер. В силу того, что не ожидается. Ага. Видите? За просто нахождение чуда нам не дают очки эры. Только если вы первыми... ...найдете чудо. Вот как это было? Открывшие... Первый залеза с открытой невероятной чудо. Плюс три к счету и портой. А просто найти чудо не добавляет ничего, получается. Интересно. Ну, тут очень много теперь зависит от рандома карты. То есть ты первым находишь чудо, плюс три к эпохе. Опять какой-то город государства захватили. Компьютеры, конечно, отмороженные в этом плане. Ну, или городам-государствам просто мало дают юнитов вначале. То есть... Компу на уровне сложности божество настолько просто выносить. О, блин, античность закончится. Блин, так как бы нам тут... Понимаете, тут очень быстро эпохи проходят, как мне кажется. Это не из-за скорости игры. А из-за того, что у компов дофига читов, и они очень быстро открывают тихие, и, собственно, выходят в следующие эпохи. Поэтому... Ну, то есть... Видимо, мне в этой игре надо просто держаться хотя бы, чтобы в темные века не свалиться. Чтобы мне в темные века не свалиться, мне еще надо... Три очка? Четыре очка всего надо брать. То есть мне еще, теперь, четыре нации встретить. Так, построил. Это всего надо перекинуть. Так, варвар, иди-ка сюда. У тебя убивать будем. Библиотечку построим. Что у нас тут с великим ученым? Пять и семь. Четыре, пять. Три. Три. Шотландцев сорок семь. Науки вход. У Гильгамеша пятьдесят науки. Это при том, что у Гильгамеша... На минуточку построено всего... То ли два кампуса и одна библиотека. То ли три кампуса. Ну, и, конечно, может быть какие-то там бонусы за соседство. Ну, вот кампус. Две науки всего. Вот этот кампус только две науки дает. Где там может быть такой офигительный кампус? И вот кампус. Одна наука. Одна наука, две науки. Три науки. И он может... Стоп. А, вот библиотека. Все, вот это... Вот это... Вся его наука. То есть, получается, Гильгамеш может получать кучу науки от зекуратов, если только. Ну да, скорее всего. Но это сколько он зекуратов, блин, построил? Один зекурат дает... Где он тут? Две науки. То есть, если от кампусов только три науки, а там пятьдесят, то скорее сорок шесть. Что он, двадцать три зекурата построил, все их обрабатывает? Что-то очень странное. Это бред из первой необходимости жизни. Рекреация – один близкий секунд. Так, сколько тут клетки стоит? Сорок. Ну вот мне бы вот эту клетку себе да пообрабатывать. Так, что это у меня за странный глюк? Так, и мне еще три. Блин. Забыл переключить ученичество. Ай-яй-яй. Давайте обработку железа. Так, что за глюк? Почему у меня карта куда-то едет? Ну. Что? Что это вот это происходит? Мне нужен один... Вот тут построен шахту для того, чтобы ускорить, ну, озарение получить. Ну-ка тут варвар бежит. Убегает от правосудия корейского. Так, где еще нации, блин? Мне нужны очки эры. Мне надо... Так, оборонительная тактика. Ну вот, видите, никто мне войну не объявляет. Важется так в феодализм идти. Так, какие... Какие я могу еще ускорения получить? Ну вот все морские не могу пока. Две галеры, железный рудник не могу. Стены древние я строю. Три рудника я сделаю. Ну, акведук еще можно попробовать. Я же открыл акведук или нет? Нет, я акведук не открыл. Город Данди основан. Сколько у шотландцев уже городов интересно? Стерлинг населением 10. Обалдеть у них, конечно, всякие читы. Для роста. Ну, с другой стороны, у меня место на... На рост не очень. Ну вот я тоже хочу, кстати, на апельсины, как ни странно, поставить. Вот именно на эти. Так что я туда поведу этого поселенца. Вообще, мне желательно фермы и шахты рядом с моим этим районом строить, потому что он бонус дает к ним. Тоже. Так, еда, еда, еда. 7 ходов до роста. Сверху куча территорий. Что там римлянами ставят? Ничего. Ну вот не знаю. Плюс 1 к довольствию, плюс 4 к живее в городах с губернаторами. Но. Минус 2 лояльности. Ну, у меня, в принципе, я собираюсь везде губернаторов посадить. То есть это хорошее здание. Но вопрос в том... Нафиг мне довольствие. Смотрите, у меня тут немерено сейчас довольствие. Немерено, что у меня города фигово растут. Мне надо что-то на рост городов строить. Потом буду строителей фигачить. Да, но на этом пока все. Эта серия завершается. Продолжение, я думаю, будет довольно скоро. Но все, что я не замечаю, все, что вы подмечаете в этом новом дополнении, обязательно отмечайте в комментариях. Я их все читаю. Хорошие комментарии еще и комментирую тоже. Опа. Как раз... Смотрите, как мы хорошо закончили. Захват города-государство. Итак. Троян захватывает город Поленке. У нас есть возможность вступить в кризисный союз против этой цели. Участники кризисного союза должны будут освободить город Поленке за 20 ходов. В случае успеха вас ждет награда. Ваше поражение усилит вашего противника. Все участники заключают между собой мирный договор. Ну, слушайте, я буду чисто поучаствовать. Во-первых, посмотрите, как оно будет. Во-вторых, у меня будет мирный договор с Чакой. В-третьих, Поленке мне как бы нужен. Если достигнуть успеха, участники получают плюс одно золото за ход за каждого своего посла. И делят между собой 800 золота. Неплохо. Потерпят неудачи. Торговые пути между целью и городами-государствами дают плюс два золота в ход. То есть это Рим получит. И цель получает... И Рим получит 800. Давайте примем участие. Просто интересно. Айонор не может быть обучен. Возвращение голода. Ну, вот смотрите. Вот это тоже явно глюк. Потому что 30 ходов на быстрой сетевой скорости это долго. Так, давайте я ищу великого ученого сразу на ему. Тем неинтересно посмотреть, какой там следующий великий ученый. Озарение двух случайных технологий вдохновения для социального института. Нормально, нормально. Плюс один к счету эпохи. Там еще два очка не хватает. Как он так успел поленки, блин, захватить? Интересно, а мы... А, вдвоем ученые? Да, вроде вдвоем. Ну, вот на этом точно пока все. Приходите смотреть четвертую серию. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен. И это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Продолжение следует...